Дорогие гости и гости на моем канале, я хочу снять сегодня обзор на велосипед, который я недавно приобрел. Почему-то на ютубе очень мало обзоров именно на эту модель, хотя велосипед классный. Сейчас я расскажу вам вкратце характеристики, чтобы не утомлять очень сильно. Плюсы и самое главное минусы этого велосипеда, с которыми вы обязательно столкнетесь, если вдруг решитесь его приобретать. Итак, по порядку, это велосипед чешской фирмы RockMachine. Вот ее лейбл. Сейчас я, наверное, сниму вот эту сумочку. Она тут мешает абсолютно адекватно оценивать аппарат. Так, давай снимайся побыстрее. Снимайся, снимайся. Так, все. До свидания. Ничего там ценного не было. Итак, продолжаем наш разговор. Это велосипед на 29-х колесах, так называемый Найнер или Ту Найнер, как их принято обзывать в простонародье. Значит, рама алюминиевая. Я не буду сейчас рассказывать характеристики и так далее. Это все скучно, неинтересно. Давайте самое главное. Итак, почему я выбрал именно этот велосипед? Я вообще долго подходил к этому вопросу. Примерно месяц-полтора я присматривался и приценивался к велосипедам. Хотел выбрать идеальный вариант, который по соотношению цена-качество будет просто в золотой середине находиться. И я вот сравнивал характеристики. Я хотел купить себе и Кьюб, и Келес. У меня был 20 ТНТ. Выбор такой. И как-то вот так много-много хотел соединить. В велосипеде все самое-самое необходимое, но без разных излишеств. Я, кстати, снимаю возле озера. Сегодня замечательная погода. Это озеро Алмазное в городе Киви. Там дальше лес. В общем, ладно, это неинтересно все. Настроение сегодня такое, прям бодренькое. Хочется чем-нибудь кого-нибудь как-то порадовать. Вот, может, вам будет пригодиться эта информация. Итак, 29-е колеса. Что самое классное сразу, почему вот производитель подошел очень ответственно к этому моменту. Он знает, наверное, есть бытует такое мнение, что 29-е колеса, они как бы среди всех диаметров колес наименее прочные. Обода, по крайней мере. Ну, оно и ясно, потому что больший диаметр, меньшее усилие нужно для того, чтобы его погнуть, сломать, прогнуть и так далее. Поэтому производитель сразу подошел к этому делу ответственно и поставил сюда двойные пистонированные обода. Это уже стандартная его стоковая комплектация, повторяюсь. Обода здесь Вайенман стоят, не самые дорогие, ну и не самые дешевые. Хорошая, качественная, нормальная алюминиевая обода. Двухстены, естественно, там и так далее, и тому подобное. Дальше. Одел на эти обода замечательные покрышки Швальба Smart-C. Отличные покрышки, почему они мне нравятся, потому что в середине протектор низкий. Да? А по бокам? Давайте вот так и покажу, будет видно. Видите, какой высокий по бокам протектор? В середине протектор низкий. Почему это замечательно? Да вот почему. Потому что когда вы по городу катаете, у вас работает в основном протектор посредине. Из-за своего низкого профиля он практически имеет очень малую степень деформации. Поэтому колесо катит по городу хорошо, по асфальтам, по твердому покрытию. Как только вы заезжаете куда-то в лес, и начинаются у вас тропинки, извилины, песок, земля и так далее. Включаются в работу боковые протектора. Боковые протекторы. Они не дают колесу скользить. Вы можете смело абсолютно вписываться в повороты. Смело надеяться на цепкость этого колеса. Это замечательно. Мне это очень понравилось. Я, честно говоря, сначала хотел поменять эти покрышки. Думаю, да, как всегда производитель ставит какую-то фигню там. Ну, вот почему-то, не знаю, здесь подошли к этому делу абсолютно ответственно. Сзади то же самое, не буду ничего рассказывать. Дальше. Обвеска. А, подождите, стоп. Рама. Рама алюминиевая. Классическая форма. Вообще, этот велосипед позиционируется кросс-контрейный, любительского уровня. В серии Rock Machine, если вы зайдете на сайт, он входит в серию FC Fun. То есть, для фана, так называемого, для удовольствия. Да, действительно, этот велосипед позиционируется для бодрых велопрогулок по пересеченной местности, по дорогам, по паркам где-то и так далее. Это непрофессиональный уровень, но и уже не совсем любительский. Такой серединка, скажем так, да. Сварные швы на раме. Ну, это уже стало какой-то, я не знаю, прям панацеей, что ли, показывать эти сварные швы, что они везде аккуратненькие, густо. Да, ребята, посмотрите на Прайды и так далее. Там тоже сейчас на фабриках делают очень хорошие, красивые швы. Чуть ли уже, по-моему, даже не шлифуют эти швы, чтобы совсем было идеально все. Даже остальные велосипеды сейчас красивые швы делают. Так что не надо заморачиваться этой фигней. Вот. Что удивило в этой раме? Вот интересно, я такое никогда не видел, сколько велосипедовав смотрел, по крайней мере, из тех, которые хотел приобрести. Вот передний треугольник, да, верхняя, нижняя перекладины и стакан рулевой. Так вот, смотрите, производитель внизу усилил вот такой плитой, вот такой пластиной. Этот треугольник, как правило, здесь вот так вот сварной швы идет, брэнк и все, здесь голая труба. А вот нет, рок-машин почему-то решили сделать по-другому. Они здесь внизу еще приклеили одну такую вот такую, ну приклеили, приварили вот такую плиту. Видимо, тоже для усиления этой конструкции. Ну, в общем, по крайней мере, меня это радует. Швы действительно красивые. Все подходит, ну как, все сделано грамотно, мне кажется, по крайней мере, я, конечно, не специалист в этой области. Дальше, обвеска. Передние перекидки Альтус Шимана, это все новая серия. Сзади Шимана Оливия Шэдоу серия. Очень классная вещь, ребята, почему Шэдоу мне нравится. Потому что, видите, переключатель идет в створе с перьями. Он не выступает за пределы. Поэтому, если вдруг где-то, не дайте господи, вы будете ехать на старой серии переключателей, они выглядывают сюда. И вот если вы где-то, не дайте господи, им коцнулись, естественно, потому что выступающая часть, да, она больше всего подвержена разным повреждениям. Не дай бог, коцнулись, все, у вас либо петух гнется, и вам приходится его менять, что в лучшем случае. А в худшем, вы просто ломаете переключатель и попадаете на бабки. В зависимости от того, какой уровень переключателя у вас стоит. Дальше. Дальше. Шимана Оливия. Шимановская здесь стоит кассета. Это кассета, естественно, нетрещотка. Втулки шимановские. То есть, в принципе, весь велосипед сделан на шимановском оборудовании, кроме тормозов. Тормоза здесь тектра. Это механические тормоза, как вы видите. Ну, я не знаю, как они позиционируют себя, эти тектра. Кто-то говорит не очень, кто-то говорит прям совсем уху-ху. Ребята, я катаюсь в достаточно нагруженных режимах, меня эти тормоза никогда не подводили. Конечно, пришлось их подрегулировать нормально. Собственно, как и весь велосипед с коробки, вы не думаете, что вам придет велосипед, вы повесили колесо и поехали. Нет, конечно же. То есть, я их подрегулировал, эти тормоза, подтянул переключатели. Вот монетки здесь тоже шимановские стоят. Вот альтусовские, без разных градаций шкалы. Вот единичка и девяточка, чтобы было понятно. Красные флажки, прозрачные стеклышки, да и все, пластик. Это не моно, ручки, они отдельные. Работает очень четко, по крайней мере, пока работает очень четко. Велосипед месяц эксплуатации, чуть больше месяца проехал он на сегодняшний момент 500 с маленьким кусочком километров. Где-то 550, около того. По крайней мере, по страве. Я бывало катался без травы, но подтвердить-то нечем мне, поэтому я и не буду заморачиваться. Вилка здесь стоит Suntour XCM, это пружиноэластомерная вилка с масляным лок, то есть с локаутом и с так называемым прелодом, преднагрузкой пружины. Локаут гидравлический здесь. Не могу ничего сказать, конечно, я такой товарищ легенький, 60 килограмм, но, как по мне, локаут работает хорошо. Вообще, конечно, сама вилка очень жесткая, потому что на мой вес она не рассчитана. Она рассчитана на вес около 80 килограмм, тогда, может быть, она как-то и адекватно работает для меня. Хотя она все нормально прогибается, вот я чуть-чуть даже усилия какую-то прикладываю, она ходит нормально, хотя 500 километров прошла. Ну, вот, к сожалению, мне придется, наверное, какую-то либо пружину заказывать, ослабленную, что есть очень большие проблемы, оказывается. Либо что-то придумывать, не знаю, в общем, пока не занимался. Педали здесь стоят стоковые, алюминиевые. Светодержатели я сразу снял, потому что это вообще педали, конечно, на особенных подшипниках. И за это спасибо, спасибо, хоть не пластиковая. Трехозвездочная кассета передняя шимановская, шатуны шимановские, естественно, как видите. Все работает пока нормально, я хрустов, скрипов никаких я пока не наблюдаю, хоть я катаюсь, я повторяю, я не только в городе катаюсь, по большей части я катаюсь вот по такой вот местности. Я не люблю матрасные покатухи, мне это почему-то неинтересно. Работает велосипед четко, единственное, что за тем простым условием, за ним, естественно, нужен уход. Пожалуйста, следите за цепью, смазывайте вовремя и чистите цепь, самое главное, подтягивайте тросики тормозов раз на 150 км, на 100 км. Я пару раз их подтягивал уже, естественно, передачи тоже ослабляются, тросики. Все это, ребята, механика, это не будет работать вечно, нужно за этим следить. Подседельный штырь, алюминиевый, седло. Мне седло удобное, у меня задница узкая. Может кому-то будет не очень удобно, конечно, здесь нет новомодных вот этих ямочек для предстатой, для мужчин это очень актуально. Ну, дайте вам, господи, купите, возьмите себе другое седло. Руль, значит, грипсы, черная резина, желтая, это силикон. Вот он такой, видите, мягенький-мягенький совсем, очень цепкий. Но я вообще-то езжу в перчатках, у меня вопрос цепкости не актуальный, но уже кто-то не любит в перчатках, знаете, грипсы очень четкие, цепкие грипсы, без никаких проблем. Вот эти все светоотражатели, это стоковые, они шли в наборе, я езжу по правилам, поэтому по правилам дорожного движения я должен ездить со всеми светоотражающими устройствами. Даже вот, честно говоря, фонарики не обязательно, ни в какое время суток фонарик не обязательно по правилам дорожного движения, знаете, но все равно для собственной безопасности это очень актуально. Дальше, сразу на заметку, только купите велосипед, вот, приклейте, пожалуйста, в местах соприкасания вот этих трубок, тросиков, да, рубашек так называемых. На раму я сразу приклеил несколько слоев скотча, прям вот там, где прикасаются эти рубашки, вот сюда, вот сюда, сразу говорю, это и есть эти места, и вот сюда, видите, да, это, конечно, не очень, не есть гуд, смотрится со стороны вроде бы как, да, но у меня тут все равно сумка висит, этого ничего не видно, но вот эти тросики, оказывается, очень сильно натирают, имеют свойство очень четко стирать краску с рамы, со стакана. Нанесение тут хоть и порошковое, но все равно это, подмазалось немножко, это не есть хорошо. Дальше, рулевой стакан здесь, кстати, раз уж мы коснулись его, рулевой стакан здесь новомодный, так называемый конусный, вверху одна и одна восьмая, внизу полтора дюйма диаметр, вилку я уже снимал, я смотрел, там внутри кассетные подшипники, здесь и здесь стоят. Вилка была, вот я как раз недавно разбирал километров 50 назад, как раз где-то на 480-500 километров, у меня была переборка, что-то мне, что-то попало, у меня велосипед упал, попало туда песок, нет, песок, вода, вот туда как-то, и у меня вот при повороте в эту сторону, что-то как-то был такой, знаете, такой маленький-маленький скрип, в общем, он мне не нравился, я ее снял, действительно, там песчинка какая-то попала, я смазал заново подшипник, графитовая смазка и засунул, все у меня работает четко, вот, в дальнейшем, это очень хорошо, что конусный стакан, потому что новомодные вилки очень любят выпускать именно под конусные стаканы, потому что это считается очень надежной конструкцией, вилка шла с тремя проставочными кольцами под рулевой вынос, вынос здесь очень большой, как для меня, хоть я и высокий, длинный, так сказать, человек, но все-таки мне хотелось бы чуть-чуть короче вынос, но это чисто мои придирки, они не относятся вообще к общим характеристикам велосипеда, все проставочные кольца мне понадобились, опять-таки, по причине моего высокого роста, очень внимательно относитесь к этому вопросу, потому что одно колечко забудете поставить, у вас будут очень большие проблемы, что еще, что еще, плюсы я рассказал, теперь минусы велосипеда, первое, это вообще его громоздкость, конечно, 29 колеса вроде как и не намного больше, 27,5, как бы, как бы, в общем-то, но, скажем так, в плане переноски лифт войти и так далее, у вас могут возникнуть проблемы, если у вас нет газового лифта, ребята, пассажирский он влазит вертикально, но с большим усилием, вот, дальше, я не знаю, это или у этого велосипеда, лично у меня, но у меня обнаружился один брачок, сразу, у меня обнаружился один брачок, сразу, а второй не очень сразу, первый брачок, у меня эта грипса была сразу, вот так вот, чуть-чуть, в принципе, ни на что не влияет это, но, тем не менее, мне кажется, так быть не должно, по крайней мере, с этой стороны, все четко, и второй момент, который мне действительно не понравился, вот второй момент, который мне не понравился, точнее, меня огорчил, это вот такой интересный вопрос, вот есть такой болтик, который прикрепляет петух к дропаутам, да, крепит петух к дропаутам, он у меня почему-то изначально, может быть, сейчас вот тоже будет видно, был, вот, тоже, вот появилась обратная, изначально внутри он у меня был с небольшой ржавчиной, чуть-чуть, я думал, да мало ли, может, велосипед, знаете, в дороге как-то, где-то подржавел, может быть, ну, мало ли, как-то лежал не так, хотя, конечно, вряд ли, пришел в заводской упаковке, перетянутой фирменным скотчем рок-машин, ну, блин, не знаю, в общем говоря, я думаю, дай, наверное, я его почищу, взял просто наждачечку, да, прочистил чуть-чуть, покрыл, лак корабельный, знаете, такой есть, просто так тисточкой мазнул, думаю, господи, не дай бог, что дальше не ржавел, вот, все равно не действует, видите, лак, все равно он дальше положит ржавел, ладно, но не в этом беда, а беда вот в чем, я, когда, у меня такая привычка, когда я собираю велосипед, точнее, не привычка, а теперь же выработаем привычку, когда собирал велосипед, я сразу решил все-все-все поподтягивать, потому что я не люблю надеяться на добросовестность других людей, и, кстати, не зря, все болтыки, все болтыки я поподтягивал изначально, которые должны быть уже затянуты, вот, крепление тормозов и так далее, да, хотя в инструкции написано, что вам достаточно просто одеть колесо, руль и подстроить тормоза и едите вперед, нет, нифига, я подтянул все-все-все, все-все, все крепления я подтягивал, и вот тут даже вот эти крепления, ну, тут я просто подстраивал ручки правильно под себя, в угол наклона тормозных ручек относительно моей посадки, но все равно я все подтягивал, и вот я решил подтянуть этот болтик, чтобы долго не отрывались, здесь ключ, по-моему, на 6 идет, накидной, да, угловой, конечно, шестигранной, так вот, начал я его подтягивать, ребята, и я понял, что у этого болтика, по-моему, насколько я думаю, слизанная резьба, либо у него, либо, не дайте, господи, в тропалке, поэтому, поэтому, я не стал его сильно дальше тянуть, я не стал его сильно дальше тянуть, оставил как есть, петух держится очень крепко, вроде как не шатается, я колесо снимал, но, вот это момент, будет время, я его раскручу, потому что это очень важный узел, он подвергается большим нагрузкам, и мне очень интересно знать, что же действительно здесь не так, потому что этот болтик чуть-чуть прокручивает, я не стал его прокручивать, но я когда закручивал его, я усек такой момент, что, черт подери, по-моему, сейчас резьба там будет гулять, вот такое было усилие, не знаю, как я это почувствовал, но в итоге, наверное, не зря. Вот, кстати, по поводу переключателей шедо, видите, чем трется переключатель, разные препятствия, не с не переключателем, видите, переключатель новенький, как новенький, но 500 километров, скажите, что он проехал 500 километров, я вот не сказал бы, я не маю его с мылом дома, поверьте, а вот трется вот этой частью, и все, что с ним может случиться, остальное, он трется вот этой частью, видите, у меня сразу защиту поставил с первого дня на велосипед, защиту для пера, хотя здесь она не нужна, конечно, особо защита, ввиду особой геометрии, в общем, я оторвался, будьте внимательны при покупке велосипеда, проверяйте, пожалуйста, этот болтик, чтобы не влететь на разные неприятности, кстати, к слову о приятностях, раз уж мы на то пошло, я не знаю, специально это сделали дизайнеры или нет, но вообще, мелочь, а приятно, смотрите, велосипед весь выполнен, вот рама, да, она мне, честно говоря, каждая лягушка хватит в свое болото, я вот тоже в свое болото похвалю, почему я, что же тут нормальное, смотрите, мне вот нравится геометрия рамы, слегка небольшой изгиб верхней перекладины, да, большого треугольника, вот дальше этот изгиб переходит вот в такие изгибы рамы, в общем, в целом, в целом, велосипед красивый, черт подери, блин, наверное, это тоже сыграло какую-то роль, когда его покупал, вот, и, к слову, его красивости, его дизайнер, наверное, там дизайнеры, рок-машины, не зря получают свою зарплату и вообще свой хлеб не зря одет, смотрите, обратите внимание, вот косая линия идет, видите, она огибает верхнее перо и уходит дальше, как бы в тень, да, за заднюю часть пера, и вот представляете, насколько надо быть уже таким фанатом своего дела, смотрите, они взяли и сюда поставили тоже желтую рубашку, которая абсолютно точно повторяет угол вот этой верхней линии, я понимаю, что сейчас многие меня в интернете зафукают, скажут, да ты задолбал, чувак, мы вообще-то велосипед покупаем, а не произведение искусства, там, какие-то картинки, ну, блин, ребят, ну, черт потери, ну, приятно же, а, ну, почему нет, ну, почему нет, классно, классно сделали, подобрали, прям, это же надо, такой угол, так, так, так все покрасили, что вот даже рубашку, представляете, желтую одет, ну, блин, ну, это вообще, конечно, капец, меня вот порадовало. Дальше, я вот, честно говоря, вот такой, такой геометрии пера, ну, конечно, не часто встретишь, в основном-то перо идет относительно гораздо прямее в этом профиле, тем более на кросс-контрейных велосипедах, там как-то вот принято пожестче делать, вот эту всю раму пожестче, ну, вот, блин, я не знаю, у меня угол-то, ой-ой-ой, тут, видели как, и нижнее, кстати, перо вот тоже с таким углом. Наверное, не зря дизайнеры, точнее, это же, наверное, не дизайнеры, не зря конструктора в инженерном бюро рок-машин это сделали, я не могу понять причину, почему, может быть, для увеличения каких-то динамических свойств рамы, алюминий как бы не славится с особой динамикой, ну, блин, не знаю, вот так. Конструкция заднего пера называется шарк, это тоже треновый ботинг, вот, кстати, перо в этой части имеет треугольное сечение, в этой части овальное сечение, в этой части практически круглое сечение, вот тебе и конструкторское бюро. Кстати, по поводу защиты нижнего пера абсолютно не приметилось. Видите, вот эта часть практически не потертая, почему? Да потому что вот дальше перо уходит сюда, а цепь-то она вон где, и когда, ну, если так уж получается, что цепь прогибается, бьется, да, она практически и не бьется вот этой частью нигде, может быть, чуть-чуть здесь, мне больше то перо пригодилось от защиты вот этой части пера, в смысле, защита пригодилась от защиты вот этой части пера. Ну, в общем-то, дальше, ну, сразу хочу обратить внимание, вот на какой момент любители попутешествовать и повесить рюкзаки, в смысле, в велобаулы и так далее. У этого велосипеда, к сожалению, может быть, и к счастью, не предусмотрено крепление багажника на раму, видите? Никаких отверстий вот здесь нет, поэтому вам нужно будет придумывать крепление вот в эту часть, либо покупать крепление на подседельный штырь, что не есть, по моему мнению, что не есть ГУД. Я все-таки хочу купить багажник на него, я знаю, что есть такой способ вот сюда прикрепить багажник. И то же самое в этой части никаких, вот здесь, вот, как правило, на дропаутах отверстия для крепления багажника тоже никаких нет, кроме вот такого отверстия. Внутренней резьбой это на четыре, наверное. Раз. С той стороны ДВАС. Опять-таки, при том условии, что тормоза-то дисковые, поэтому нужно выбирать багажник так, чтобы стойка проходила как раз, мне что-то кажется, либо огибала дисковый тормоз вот так вот, либо проходила сквозь него, но мне что-то кажется, такого я точно не найду. Ну, в общем, в целом, я велосипедом доволен. Рекомендую к покупке. Сейчас его стоимость около 600 долларов, что, учитывая позиционирование этого велосипеда, меня абсолютно устроило. Я долго выбирал и вот решил купить вот такой агрегатец. Засим со всеми прощаюсь, желаю удачи в покупках и до побачения. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok